Библия говорит. Что такое грех и как мы грешим. Я вот сейчас вспоминаю один текст из послания Якова, первая глава. Здесь написано следующее, 13 стиха. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. «Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть, когда мы говорим о любом грехе, любая форма греха у каждого из нас, корень этого греха всегда в нашем сильном желании. Похоть – это сильное желание. И вот Яков говорит здесь, он объясняет нам природу, он помогает нам понимать природу, что такое грех, почему это происходит. Да, кстати, он здесь касается вот именно этой темы. Он говорит, не нужно видеть здесь Бога. Вот Он является как бы причиной. Человек больше грешит или меньше грешит. Причина в нашем собственном желании, которому мы даем простор, с которым мы не боремся, или недостаточно, или неправильно боремся. Так вот, для того, чтобы иметь успех в этой борьбе, поступаю в послании к Галатам в пятой главе, очень конкретно говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, борьба с грехом всегда связана с нашим послушанием духу Божьему, который живет в нас. С тем, что мы культивируем познание Бога, с тем, что мы культивируем то, что Бог в большей степени становится объектом нашего внимания. Он становится источником нашего удовлетворения. Мы черпаем радость в Боге. Кстати, у меня есть книга, которая посвящена этой теме. Она называется «Победитель». Если вы еще не приобрели, то вы можете пойти на наш сайт словостор.орг и там приобрести эту книгу. Если вы смотрите нас в России или в Украине, там же на этом сайте внизу есть ссылки, как эту книгу можно приобрести в Украине или в России. Так вот, там я подробно касаюсь этой темы. Это большой вопрос, в котором многие люди, к великому сожалению, просто ожидают чуда. Когда он однажды проснется, ему не захочется смотреть порнографию. Ему не хочется угождать себе в каких-то формах. Ему не хочется превозноситься. Это духовный процесс. Это процесс роста во Христе. Это процесс познания Христа так, чтобы жить им. И если этот процесс будет стабильным, глубоким, эффективным, то и победа над грехом будет стабильнее, глубже, эффективнее. И я знаю это не только из моего взаимодействия с людьми. Я знаю это, потому что я человек, который идет тем же самым путем, как и любой другой человек. То есть, моя жизнь – это тоже борьба с грехом. Это борьба со страхами. Это борьба с беспокойствами. Это борьба с разного рода желаниями. Это постоянное ощущение ограничений своей плоти. И ты понимаешь, что для того, чтобы ты побеждал, тебе нужно жить Христом больше и больше. И чем больше это происходит, тем свободнее, тем радостнее, тем влиятельнее будет наша жизнь. То есть, возвращаясь к этому вопросу, Бог дает. Бог дает. И тебе тоже дает. И этому человеку дает. Вопрос только в том, чтобы пользоваться этим, для этого нужно сфокусироваться на росте, сфокусироваться на жизни в духе, сфокусироваться на познании Христа, которое позволит тебе побеждать твою плоть. Это точно. Очень часто люди фокусируются на борьбе своей, а не на силе Христа, что Христос сделал, уже сделал. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья дорогие, оставайтесь с нами. Впереди вас ожидает еще много интересных передач. А на сегодня все. Благослови вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok